В чем уникальность пещеры? То есть тогда, когда они уже старые пещеры. Золушка, эта пещера, благодаря тому, что ее вскрыл карьер, мы застали, спелеологию застали ее на стадии развития девушки, вот так, еще не женщины, собственно говоря. И вот это в мировой, подчеркиваю, спелеологии, это очень уникальное явление, очень уникальная пещера. И, естественно, что, конечно, если государство наше объявило памятником природы государственного значения, то хотя бы немножко нужно хоть как-то вложиться. Я понимаю, что экономическая ситуация нехти какая, вот, понятно, что какие-то широкомасштабные научные исследования, это, в самом деле, может быть, нет, но хотя бы элементарный мониторинг, то есть где-то разговор идет о финансировании, там, не знаю, 20-30 тысяч в год долларов, я имею в виду. Это вполне хватит, чтобы можно было, вы видели, какой аварийный вход. Это в первую очередь нужно сделать, нормальный, хороший вход в пещеру, чтобы он не был аварийный. Немножко расширить, чтобы не нужно было людям, не спелеологам, вот так корячиться. Вот, это, естественно, что требует денег. Мы, как клуб спелеологов, работаем здесь, и если бы мы, вот, особенно последние 15 лет сюда не вкладывали свои деньги, было бы, я вам говорю, еще хуже, потому что не было бы этих лестниц, они были бы все, все бы ржавые, они давно бы уже обрушились. То есть мы их регулярно ремонтируем, подвариваем. То есть, в первую очередь, конечно, вот этот вход чуть-чуть хотя бы обустроить, это тоже не очень дорого для государства. А второе, вот, хоть какую-то программу, нормальную программу с привлечением, опять же, в Бухаресте великолепные спелеологи, в Черновцах великолепные спелеологи, может это все вместе делать, какие-то совместные проекты и экспедиции. Ну, наверное, все. Субтитры создавал DimaTorzok